Там ситуация с Ксюшей. Перед тем, как рассказать, я хочу сделать выведение о том, что она ни в чем не виновата, и я сам виноват. Я принимаю всю ответственность на себя и вину всю на себя. Я после того, как она бросила меня, но я не виню ее, я стал проклятым, обреченным на одиночество. Вот уже с 2018 года, получается, 6-7 лет я в полном одиночестве. Я сам виноват, и я себя виню в этом. Я не надеюсь ни на какую пощаду, снисхождение. Нету моей вины в том, что я создал ее группу, и... Хотя, вообще-то, и в этом моя вина в какой-то степени. Ну, не в том, что она стала популярной и сбросила меня, а просто из-за моих депрессивных... И у меня мысли, они... У меня душа, она очень ущербная. Все, что я в жизни хорошего получаю, я считаю, что я этого не достоин. Я считал, что я ее не достоин. И я создал ее группу, чтобы она делилась своими мыслями и картинами. Чтобы она нашла кого-нибудь получше меня, потому что я считал себя ничтожеством. И вот она и бросила меня в итоге. Нашла... Но с другой стороны, я... Я и сам виноват. Давай, выйдем? Ты уносили, ты уносили! И тебе тоже подарок. Спасибо, мой хороший. Если бы сейчас мы были вместе, встретились, и она бы сказала, что... Если мы начнем все сначала, то я бы в первую очередь женился бы на ней. И никакого бы секса не навязывал бы ей вообще, только если бы она захотела. А если не захотела бы, то и вообще никогда бы его и не было бы. Мне вообще это не важно уже давно. Я понимаю, что я ничтожество по сравнению с тем, что она создает, какие картины. Я не претендую ни на что. Просто... Она единственная девушка у меня была в жизни, и все. А теперь уже никогда больше не будет у меня девушки в жизни. Ни жены, ни девушки. Ничего не будет никогда. Я просто... Я просто обречен. Я просто... Продолжение следует...